именной продукт от сомелье дмитрия дмитрий расписывается это абсолютно эксклюзивный фирменный подарок спасибо большое за проведение приезду домой за успешное проведение все очень приятно вот такие вот именинники добрые душевные люди расписывая поставлю себе какое-то событие должно быть очень хорошее чтобы открыть а вот сколько может стоять бесконечно чем больше стоит чем дольше он стоит тем он вкуснее будет а вот этот напиток всю энергию праздника нашего вобрал в себя вобрал понимаете его раз и сразу будет вспоминаться вот все эмоции вот здесь но смотрите я я попробую я это звонить же начну рассказывать как как действует наше фотографии фотографировались вместе выставлять ну где-то там выставляешь в интернете с отзывами понял даже можете звонить по этому номеру телефона как бы поинтересоваться как прошло это все это кому сама и кому самогонку надо звонить на счет тебя вот что допустим мне понравилось как все прошло как прошло туда и сюда мы ответим и скажем что все было хорошо все было отлично и тому подобное это реальные люди реальные клиенты реальная реклама спасибо прям приятно приятнее всего будет на юбилеи увидеться где у дмитрия будет не одна пятерка 2 на свадьбе на свадьбе до до следующего юбиле должна быть свадьба у вас сейчас какая серебряная да сколько у вас это лет была жизнь была вон-то свадьба а вон-то свадьба а там-то мы да мы видели там это было горько крикнуть для репетиции молодоженок пробные будем копить на свою купится не нахрен на самом деле я свадьбу так подождите вот вот я тут не согласен вечер какой-то не говорят нет семейный вечер вопросов нет там попробуй с ними с 90 человек нет просто во-первых свадебную вечеринку прям не свадьбу мы вот делаем свадебные вечеринки ну узким кругом да камер на то почему почему с ведущим просто не в огромном объеме там знаешь в основном вот не оплаты деньги-то идут не вот за этого а там всякие эти платья какие-то там фото но это пять тысяч час это фигня дело в том что еда организация напитки алкоголь а сколько он потратил тебе понравилось не понравилось мне понравилось а что я не знаю он как-то мало именно контактировал с гостями гостей было первых очень много ему было тяжело работать во вторых это было и были очень разносортные люди то есть в том плане что были коллеги с работы были родственники из другого города жены были родственники из другого города мужа но это такое часто а это все делается чтобы ты понимал блядь не высоцкий 2 в екатеринбурге 2 или 3 в екатеринбурге блядь нас на самом высоком этаже это было блядь я не помню там денег на я взъебана просто пиздец и есть на центр вот там я не знаю кто вел как мне макс сказал это был второй или третий там один из лучших короче в екатеринбурге именно в плане организации вот этого всего и знаешь вот я был тогда это было пять лет назад я был не впечатлен потому что я понимал что если бы я был профессионал вот именно время слева в этом я бы сделал лучше как бы ну вот так вот хотя он снимал отели для приезжих для всех организован полна для двух городов а это охуеть сколько людей нас было больше ста человек на свадьбе рестораж как там отели был забит и поэтому при том что это была суббота это нихуя там не вторник не среда то есть там денег было мне кажется подлям точно потом потому что они 4 утра поехали на медовый месяц за границу улетели нет на него интерактивы конкурсы были современные интересные я бы не сказал что прям супер-пупер я бы не сказал что изюминка то в чем фишечка то было дороже было какое-то интересное не было изюминки и фишечки поэтому я тебе и посоветовал мы с тобой поговорили что должна быть своя изюминка почему тебя должны запоминать задавай себе себе такой вопрос почему именно ты почему тебя должны запоминать это любой принцип продажи даже когда ты здесь выступаешь и работаешь на публику ты продаешь себя в первую очередь в первую самую очередь потому что каждый из них хоть там 50 лет хоть 60 хоть 20 ты их потенциальный клиент ты это должен понимать и ты должен понимать что ты в любом случае продаешь себя если ты продашь себя правильно тебя купят понимаешь это самое главное и подумай врач да почему брать не надо брать не надо брать а да нет уже так достаточно это но все равно егор интересно он как бы с бизнес теории немножко не то что творческая вот это тоже полезно знать он когда сидит дома когда еще жил сидел и слушал эти вот все их учебы бизнес молодость я не хотела после этого магазин ходить потому что там учат как надо брать научили парня брать так врут все нет рассказывать эти маркетинговские штучки которые никак когда я думаю сидел заново я я вот это вот не 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 умею я вот это вот не 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 умею знаешь где я работал женя в банке . банк . банк . это банк для предпринимателей и ты звонишь такой простой парень из деревни да грубо говоря звонишь чуваку у которого оборот 25 миллионов долларов в месяц и ты такой мы звонишь и говоришь привет слушай я тебе звоню меня зовут вот так то вот так то короче у нас вот такой банк у нас вот такие условия мы я могу тебе предложить вот это вот это вот это сразу пошел но понял да но но это холодная продажа я работал во всех видах продаж холодной продажи теплые продажи горячие продажи это вот прям отдельная стезя понимаешь всегда в любой стезе ты должен себя чувствовать по-разному почему не нравится холодная стезя ты им не нужен ну конечно абсолютно так это может быть ты и не целево не целевому клиенту какой-то человек ему может быть он далек от этого и пример ты работаешь горячих продажах вот для меня так то есть ты продаешь себя здесь и сейчас перед людьми ты им показываешь что как зачем почему понимаешь ты предоставляешь себя ты им предоставляешь свою внешность свою аппаратуру свою музыку свою программу это все есть горячая продажа если ты научиться продавать себя в горячих продажах ты будешь лучше потому что даже сейчас вот своей команде я самый лучший среди челябинска екатеринбурга и шадринска шадринске я самый лучший екатеринбурге самый лучший в челябинске я самый лучший среди всех но я каждый каждый раз каждый раз насколько я самый крутой я всегда себя критикую я где-то не доработал я должен сделать вот это чего мне не хватает понимаешь даже когда я самый лучший это осознаю вот это именно есть я скажу что понравится я же позвонила нескольким человеком то есть не просто сухо говорили сколько это стоит но как они не разговариваются я говорю здравствуйте вот мы бы хотели такого числа вы свободны до свободно я говорю сколько это будет стоить и какие-то ваши условия и они сразу говорят это стоит вот только-то со стальки то столько-то часов и все и тишина и таким голосом как бы знаешь типа отвяжись и вот как робот да много потому что не надо с людьми все равно разговаривать нет я тебе про это и говорю что когда ты звонишь даже когда ты просто звонишь нужно заинтересовать человека ну он должен понять что ты именно тот кто ему нужен понимаешь это вот техники продаж когда мне звонили да или я звонил я должен продать себя даже в звонке ты если не продашь себе изначально ты не продашь себе никогда даже здесь это по факту должен если держишь марку ты должен держать ее на всем пути да вот такая вот вкусняшка дома и и хочется попробовать но какой-то случай нужно на фоне чуде привет передай